Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Вход без масок запрещен. В муниципалитетах усиливают меры безопасности. На большом экране Международный Чуваксарский кинофестиваль откроется 30 октября. Юные грации. В столице прошло первенство Чувашской республики по спортивной гимнастике. Современные технологии придут на рынок труда. Глава республики встретился с генеральным директором Национального агентства развития квалификации Александром Лейбовичем. Они обсудили вопрос внедрения лучших практик цифровой трансформации среднего профессионального образования. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве предполагает укрепление взаимодействия рынка труда и системы подготовки кадров. Его реализация будет основана на цифровых технологиях. Мы создаем инструменты, в том числе и цифровые, которые позволят простому человеку, в том числе молодежи, студентам, сориентироваться на рынке труда, понять, какие квалификации востребованы, какие образовательные программы ему доступны. Иметь профессиональный кадровый потенциал, востребованный работодателями, одна из приоритетных задач правительства республики. Подписание сегодняшнего соглашения очень гармонично дополняет те ранее нами принятые решения и запущенные процессы в части новых возможностей по цифровизации подходов реализации этих задач. Ну и, конечно же, по наполнению их конкретными содержательными инструментами и сервисами. И поэтому в этом направлении и далее будем последовательно работать, эффективно помогать людям находить себя в разных жизненных ситуациях, когда вынужденно люди теряют работу, необходимо получить новую профессию. Инесса Потапова, Андрей Шоклев, Республика. В России отмечается рост заболеваемости COVID-19. За сутки выявлено 15 971 случаи заражения. Таковы последние данные Федерального оперативного штаба. Это почти на 300 выше, чем накануне. В Чувашии за сутки заболели 52 человека, выздоровели 58. На заседании Республиканского оперативного штаба ситуацию назвали стабильной, но расслабляться не следует, подчеркнул глава Чувашии Олег Николаев. Следующая неделя – это неделя перед началом каникул школьников. Достаточно много запросов и вопросов со стороны родителей по поводу того, чтобы мы дали ответ, как будут организованы школьные каникулы. И здесь надо отметить, что у нас каких-то особых планов по этому поводу нет. То есть в целом текущая ситуация нам позволяет планировать стандартные каникулы школьников, но очевидно, без проведения массовых мероприятий. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Чувашии – 1,17. Сейчас некоторые медицинские учреждения вновь переходят в режим ковидных. Число активных, то есть число больных в настоящее время пациентов у нас – 1,441. Всего в республике развернут 1,879 коек для лечения пациентов с COVID-19 с подозрением. По состоянию на 22 октября текущего года на стационарном лечении находится 1,400 человек, в том числе 5 детей. Из них, значит, состояние средней тяжести – это 986 человек, тяжелых – 414 человек, из них 2 детей. И на искусственную вентиляцию лёгких надо отметить 27 человек. Свободных коек – 479. Продолжается тестирование на COVID-19. Сейчас в сутки проводятся 2500 анализов. Если ситуация того потребует, то санатория «Лесная сказка» оперативно может перейти статус обсерватора. Один из способов повышения иммунитета – вакцинация от гриппа и ОРВИ. Сейчас в Чувашии привиты 44% взрослого населения республики и 66% детей. 23 октября ожидается поступление дополнительных доз вакцины. Говоря о эпицитуации в образовательных учреждениях, значит, по состоянию на 9 утра сегодняшнего дня выявлено 12195 участников, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций, что составляет 8,4% от общего числа обучающих в школе. Ну и в том числе из них с COVID-19 – это 45 детей. Пока ни одно образовательное учреждение не приостановило работу. Под наблюдением ученики 16 школ. Надежда Луговская предложила ограничить проезд в общественном транспорте и в такси без маски, как это сделали в некоторых регионах России. За неделю проверили несколько маршрутов. На нарушителе составлено 7 протоколов. Водители автобусов в основном все-таки сейчас соблюдают масочный режим, но много замечаний к пассажирам. Многие пассажиры еще находятся в транспорте без масок. На замечания водителям они, конечно, реагируют таким образом, что мы не можем проследить за всеми пассажирами. Ситуацию надо менять, уверен Олег Николаев. Это в общих интересах. Профилактическая работа должна быть усилена. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика. Из-за часток ДТП с участием общественного транспорта повышен надзор за автобусами и маршрутками, которые осуществляют перевозку пассажиров. За 2020 год в Чебоксарах зафиксировано 47 ДТП. Весь октябрь сотрудники ГИБДД проверяют городские автобусы. На предмет технической неисправности проводят профилактические беседы с водителями. В Чебоксарах проверили 22 автобуса. Пока выявлено 10 нарушений правил дорожного движения. Самые частые из них неиспользование водителями ремней безопасности и нарушение правил перевозки пассажиров из-за сверхположенного количества людей в салоне транспорта. В осеннее время, когда на дорогах особенно темно, необходимо быть внимательными вблизи мест скопления пешеходов на автобусных остановках при проезде возле детских садов и школ. Накануне Дня работников сельского хозяйства глава республики встретился с ветеранами агропромышленного комплекса. Обсудили итоги нынешнего сельскохозяйственного года, проблемы и задачи. Эти люди десятки лет отдали производству, развитию различных направлений агроотрасли. Но даже выйдя на пенсию, они продолжают по мере сил и возможностей участвовать в решении многих важных вопросов. Их опыт дорогого стоит. Мы сегодня ветераны агропромышленного комплекса сверили часы с новым руководством нашей республики Олегом Алексеевичем Николаевым. Мы, конечно, люди такого, как говорится, той категории, когда десятками лет отдали свои жизни, производству и выполняем общественную работу желанием как-то помочь сегодня на местах и в целом по республике сделать жизнь лучше, краще и богаче. Вот наша цель. Поговорили и о взаимодействии с правительством республики. Меры поддержки помогают сельчанам в сложных ситуациях. Так, разовые выплаты тем, кто содержит хозяйство коров, позволили в период пандемии сохранить молочное стадо и развиваться дальше. А вот с неиспользуемыми землями все непросто. И еще раз надо проверить. Слава богу, все технические средства позволяют для того, чтобы уточнить, где у нас земли используются и где они не используются. У нас на бумаге 3,5 тысячи гектаров неиспользуемых земель. В этом году освоили 1725 гектаров. Ну и обещают тоже завершить. Но по нашим подсчетам, по подсчетам членами Союза ветеранов, а пока у нас очень огромная площадь неиспользуемых земель. Их надо как можно быстрее вводить в оборот. Ведь они могут приносить немалую прибыль районам. Олег Николаев поблагодарил ветеранов за активную жизненную позицию и предложил им стать членами общественных советов при муниципалитетах. Отбором и организацией работы, и координацией их деятельности будет заниматься Общественная палата Чувашской республики. Было бы здорово, если бы вы там, присутствуя, вносили бы свой вклад. Задача у нас такая, что кадры, их квалификация, или, как сейчас принято говорить, компетенция, повышение компетенции, это одна из главнейших задач. Поэтому, прежде всего, мы в ближайшее время планируем обучить, прежде всего, самих глав администраций и глав муниципальных образований. Наталья Мальчикова, Татьяна Раевская, Юрий Марков, Республика. Пока жив язык, народ не исчезнет. В Национальной библиотеке Республики проходит научно-практическая конференция «Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении чувашского языка». На чувашском языке во всем мире разговаривает около полутора миллионов человек. Наши земляки живут в разных регионах России и за рубежом. Сохранить язык в эпоху глобализации трудно, но возможно. Нужно на нем больше разговаривать, чтобы дети его слышали и учились. Это же раньше не было письменности и других средств коммуникации. Язык воспринимался детьми и передавался следующим. Конференция проводится с 22 по 23 октября в рамках проекта «Мой родной язык». В образовательных учреждениях Республики проводится комплексная работа по сохранению, обогащению и популяризации родной речи. Важно зарождать чувство любви к родному языку с ранних лет. Мы с вами будем работать над тем, чтобы у воспитателей в детских садах были методические программы, были какие-то наглядные материалы для того, чтобы с ребенком с самого юного возраста, как только он переступает порог садика, была возможность говорить о чуварской культуре, о чуварских сказках, о чуварских традициях на чуварском языке. Ведущие эксперты, представители ЮНЕСКО, ученые и журналисты обсудили языковую ситуацию в стране. Ситуация с языком, возрождением языка, она зависит как от государства, так и от языковых сообществ, насколько они сотрудничают друг с другом. Языковые активисты, их роль очень велика. Существует международный опыт в области поддержки многоязычия. Важно понимать, насколько готовы и как мотивированы в сохранении и развитии родной речи коренные народы республики. Какие для этого есть ресурсы? Мы все понимаем, что мы сегодня говорим не только о сохранении, а прежде всего, наверное, о судьбе, о дальнейшем развитии нашего родного языка. По крайней мере, национальная телерадиокомпания ведет свою первостепенную задачу именно в этом. Не только в сохранении его наших бесценных фондах, разно-жанровых передачах, но и в содействии активного использования родного языка в повседневной жизни. Чувашский язык обязательно будет жить и дальше, уверены участники конференции. В нем душа народа. Он такая же ценность, как родная земля, отче дом и родители. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Александр Отяков, Республика. Современный учебный процесс организован так, что дети довольно много времени проводят в школах. Поэтому очень важно, чтобы они получали полноценное питание. О правильном режиме в новой школе в нашем сюжете. Первое, второе – компот, салат и фрукты. Вкусный сытный обед для этих ребятишек с 1 сентября бесплатно. Горячим питанием за счет государства ученики начальных классов обеспечивается в соответствии с указом президента России. Такая поддержка оказалась весьма кстати, особенно для многодетных семей. Но наряду с этим некоторые родители беспокоятся, а не отразилось ли это на качестве блюд. Ест ли ребенок в школе, не оставляет ли обед в тарелке. Похоже, здесь такой вопрос не стоит. Нам дают супы, каши, очень вкусно готовят, как дома. Дают компоты, чаи разные, фрукты дают, рыбу, мясо дают, коклеты. Я захожу в столовую, здесь очень вкусно пахнет, повара хорошие. И нас очень вкусно кормят. Наш повар вкусно очень готовит. Я сейчас сытый, поел хорошо и пойду на урок. Людмила Потонова работает поваром 20 лет. Она-то уж точно знает секрет пустых тарелок. Очень вкусный борщ у нас сегодня. На второе гречка с тевтели и салат морковный у нас сегодня. Все по меню. Полноценное сбалансированное меню формируется в соответствии с требованиями Санпина и с учетом вкусовых пристрастий детей. В пищеблоке установлено новое варочное и холодильное оборудование. Есть камера хранения, где каждому виду продукции выделено отдельно место. Благо, площадь позволяет. У хорошей хозяйки все в идеальной чистоте и везде должен быть порядок. Уверена Людмила Лазаревна. Тут у нас молочка хранится. Молоко, сметана, творог. Питательный обед способствует лучшему усваиванию учебного материала. В новой школе классы небольшие. Учатся по 10-15 человек. Учителя проводят занятия с использованием новейших технологий. У-ч-ни-ни-дальше. Кни-ку. С пользой проходят даже перемены. Дети нового поколения, вопреки представлениям их родителей, не носятся по коридорам, а отдыхают от занятий в специальных комнатах. В то время как классы проветриваются. А с учетом эпидсезона для безопасности используется бактерицидный рециркулятор воздуха. Он есть в каждом классе. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев. Дмитрий Салманов. Республика. Студенты Чувашского государственного института культуры и искусств дарят радость детям с ограниченными возможностями здоровья. Волонтеры проекта «Мы тоже можем быть» готовят для ребят кукольные постановки по мотивам народных сказок и проводят мастер-классы. Идея проекта появилась у Любови Простовой еще несколько лет назад. В 2019 году в одном из конкурсов девушка выиграла грант в размере 200 тысяч рублей. На полученные средства закупила все необходимое для кукольных постановок. Соучастниками проекта стали ребята Цивильской общеобразовательной школы-интернаты для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья номер один. Было запланировано 12 поездок. Мы успели съездить 5 и сейчас 7 мы проводим через интернет-платформу Zoom. Детям очень нравятся, дети в восторге. И мы даже смогли, наверное, приобщить детей с синдромом Дауна. Мы считаем, что это самый большой успех в рамках нашего проекта. Ребята с особенностями здоровья очень открытые и дружелюбные. Эмоции порой бьют через край. Поэтому примерить роль артиста-кукольника не отказывается никто. Каждый ребенок мечтает быть героем своих сказок. И своим обучением мы даем им возможность почувствовать себя героем своей маленькой сказки. Школьники смотрят представления онлайн дважды в неделю. И хотя он подходит к концу, закрывать его никто не собирается. Театральная благотворительная акция обязательно продолжится. Спектакли, творческие мастер-классы и тренинги пройдут и на базе других школ-интернатов. Ольга Семенова, Николай Скворцов, Республика. Международный Чебоксарский кинофестиваль 13-й по счету все-таки состоится. Он пройдет с 30 октября по 5 ноября. Будут задействованы все киноплощадки нашего города и республики. Основные события пройдут в Театре юного зрителя, где когда-то располагался кинотеатр «Сеспиль». Традицию решили не нарушать. Именно в «Сеспиле» состоится открытие. Там же будет работать и конкурсное жюри. В этом году на кинофестивале будут представлены картины из 14 регионов страны. 11 фильмов в конкурсе большого игрового кино и 24 фильма в региональном этническом. Если позволит ситуация, то к нам приедут известные артисты, режиссеры, продюсеры. Среди них актриса и кинорежиссер Светлана Немоляева, народная артистка Российской Федерации Светлана Дружинина, актер театра и кино, телеведущий Дмитрий Назаров и другие. Самым интересным событием, что на нашем Чебоксарском международном кинофестивале состоится мировая премьера фильма «Судьба диверсанта», которую сняли в этом году в Республике Беларусь режиссер Дмитрий Астрахан, который является председателем нашего жюри. Программа кинофестиваля, как всегда, насыщенная. По-прежнему в ней нашлось место и для детского кино. Будут встречи с новым киножурналом «Компот», который приезжает к нам из Ярославля. Будут показаны мультфильмы студии «Союзмультфильм», новые работы, которых пока еще не было. Все кинопоказы будут проводиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, с соблюдением социальной дистанции, наличием масок на зрителях и дезинфекцией рук. Следующий, 14-й кинофестиваль планируют провести уже в конце мая будущего года. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика. На базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 6 проходит первенство Чувашской Республики по спортивной гимнастике. Наша съемочная группа побывала на соревнованиях. Особая грация, точность движений и горячее желание победить. После вынужденного перерыва представители спортивных школ столицы Республики Новочебоксарска «АллатРа» с удовольствием выходят на помост. Программа «Многоборье» включает в себя опорный прыжок, брусья, бревно и вольные упражнения. Дарья Танконогова – одна из 43-х участниц. 15-летняя девочка уже мастер спорта. Волнуюсь, как все обычные люди, спортсмены перед выступлением. Соревнования проходят без участия зрителей, что, впрочем, вполне объяснимо. Считаю, что соревнования зрелищные и интересные, но пустить зрителей в зал мы в данный момент не можем. В связи с современными условиями очень долго дети тренировались на улице и не могли пользоваться снарядами. Поэтому кому-то приходится восстанавливать старую программу, тот и уже может показать новую. Так что из конкурентов девочки на время превращаются в болельщиков и активно поддерживают друг друга. Перед тренерами стоит серьезная задача – наверстать упущенное. По итогам соревнования будет сформирована сборная команда Чувашской Республики. Ильяна Пятакова, Андрей Шоклев, Республика. Как будет выглядеть Красная площадь на Новый год, определят жители столицы Республики. На портале «Открытый город» открыто голосование предлагает выбрать 5 из 10 зимних интерактивов. Среди вариантов зимняя горка с ватрушками, ледовый каток с прокатом, резиденция Деда Мороза и зимний стритфуд. Мэрия также предлагает разместить на Красной площади арт-объекты. Зимний фонтан, чувашская краса Девичья Тухья, новогоднюю елку, снежный и ледовый городок, новогоднюю ярмарку и сказочное небо на Арбате. Результаты голосования рассмотрят на Оргкомитете по организации зимнего отдыха в Чебоксарах. Это были главные новости четверга 22 октября. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова